я вас приветствую на канале мы с вами дальше продолжаем разбирать тестовые задания для данного сайта в прошлом уроке мы с вами доработали чек-лист для форм обратной связи в этом уроке мы с вами разберем некоторые баги которые мы нашли на данном сайте я все описывать не буду мы видим что по данному чек-листу что тут их очень много связано с версткой и с адаптивной версткой и по функционалу и по валидации и так далее я вынес основные три которые я нашел вот они находятся бах-репорт и если вы впервые эти бах-репорт не знаете что он состоит и вот как раз то видео вам будет полезно итак давайте вернемся на данный сайт я вернусь на главную страницу это закрою нам не надо и консоли тоже закрою я ее использовать не буду вот что у нас состоит и чего она состоит вообще данный бах-репорт у нас первое идет это нумерация ну я сейчас написал бах-репорт именно в таблице можно его оформить в джиро если у вас есть вопрос интересна эта тема пишите комментариях я в отдельности оформлю данный бах-репорт в джиро и так что у нас есть у нас 1 идет номер под которым находятся данные бах ну у нас идет всего лишь 3 идет 1 2 3 дальше идет у нас самый это идет описание данного бага и она составляется что под вопросами что где когда и мы с вами описываем что данная кнопка не работает и тут сам или пишется что кнопка чат из вас не работает когда пользователь нажимать на нее нажимают в разделе контакт если мы перейдем в контакт и у нас есть вот эта кнопка она у нас не работает только надо будет ее перенести вот здесь вот не работающие дальше что у нас идет мы пишем на какой платформе мы нашли этот баг я использую windows 10 у меня браузерная версия если сейчас не ошибаюсь на данной запись идет кажется даже 104 он по что я ранее это готовил и если мы перейдем в справки и браузере надо мне точно да уже идет то третье пишем приоритис верите и пишем степ 3 продюс все что начнем должна писать мы описать должны то что у нас это нет первый шаг мы должны открыть сайт описать его вот мы допустим находимся на сайте следующее у нас тут всего лишь мало шагов мы тут должны указать куда нам перейти только тут мы просто делаем вот так вот и следующая у нас будет кнопка вот это по сути тут идет три шага вот бах репорта где есть и семь и восемь и десять шагов описание если у вас идет очень такой запутанный бах репорт который имеет себе очень много различных шагов в описании то вам необходимо будет лучше записать видео или да то скорее всего будет видео следующий у нас идет ожидаемый фактический результат мы видим что в ожидаемом и фактическом все расходится то что переклики на данную кнопку у нас ничего не происходит и даже если мы посмотрим данные консоли у нас просто появляется еще раз видим что у нас просто отрабатывает трекер ивентов но сюда ничего не происходит и не переходит у нас до этого была отловлена где-то 500 ошибка но сейчас ее пока что нет кстати то что видите валидацию заполнение этого поля это идет валидация тот самого хрома по что мне хром на русском языке и он как раз делает эту подсказку вот основали даст которая появляется вот это идет уже валидация для данного сайта который тянется уже сервера и так сейчас закрою эту вкладку и следующее что у нас должно быть при клике на данную кнопку у нас должен при клике на кнопку у нас открывается шагбот но у нас ничего не открывается ничего нету как раз написали ждали фактические результаты скриншоте можно добавить или видео или скриншот но в данном случае будет более объективно то что у нас должно быть видео видите но это воспроизводится вот можете написать в комментариях встречались ли вы с таким типом чек-листов которые они чек-листов а бах-репортов которые вы оформляли именно в табличном варианте в google таблицы потому что мы от практики это было довольно часто когда мы писали бах-репорты в google таблицах и они были намного короче почему потому что когда был какой-то проект и очень сильно спешили по сути клипа либо репорты то некоторые вещи мы просто указывали в одну строчку допустим так как у нас и тут кнопка не работает мы просто писали кнопка не работает и указывали где но мы не писали ожидаемых фактические результаты сразу лепили скриншот вот не было у нас приоритис и верите и у нас просто указывать версии где-то было найдено сути было все намного короче но иногда когда было такое описание бах-репорта разработчики иногда очень сильно путался как раз минус того что бах-репорт не является информативной и не читаемой для разработчиков которым потом будет править бах который в оформили следующее это будет трой бах который мы с вами рассмотрим у нас идет мы переходим на главную страницу я закрою данную консоль у нас есть кнопочка сюда можем перейти посмотреть что как работает так следующее нам необходимо будет перейти в карьеру и давайте я скопирую тот url и чуть-чуть подправим то что мы не будем переходить сразу же я укажу вот так вот или перейти в about мы можем или перейти с footer тут беру вот это как будто было мы можем перейти в сюда и перейти допустим в карьеру или мы можем перейти можем так перейти в карьеру и вот у нас есть кнопка вот отправить себе и вот она открывает у меня просто чем хотите открыть ну давайте google мне открывает что-то еще непонятная кнопка тоже непонятно куда ведет для ее предназначение тоже непонятно вот у нас идет ссылка которая вот ведет на почту но клика на нее непонятно что вообще происходит тоже очень просто завести пользователя заблуждение мы тоже нет описание этого бага у нас идет описание данное потом у нас идет версия только мы тоже будут 3 чтобы тоже смотреть я думаю когда вы будете встретил этот урок или пересматривать или только наткнуетесь на мой канал это будет уже не с 3 window и chrome это уже будет где-то 110 или 112 и думаю что очень сильно можешь меняться именно изменение данного сайта может тут уже большая часть багов и пофиксят и он будет более адекватно работать пока что он работает так так что если вы откроете чек-лист или мой баг-репорт который будете уже отслеживать по этому сайту то что-то будет по-другому не надо кричать в комментариях что все изменилось потому что данные баги на данном этапе могут уже пофиксить когда вы будете смотреть данное видео это тоже немаловажно вот и мы можем указать приводить сверить и мы вписываем шаги что мы откроем сайт потом переходим болтас и у нас идет дальше карьера и потом нажимать на кнопку что у нас выжидаем фактическом результате идет и плюс мы с вами записываем сюда видео вот вот мы могли вот даже вот так проскролить тут есть карьера ничего не происходит вот тут тоже уже все записаны и самый последний который я вынес это связано с уязвимостью то что у нас можно добавить вот то что мы рассматривали в прошлом уроке в чек-листе вот данный чек-лист то мы с вами разбирали то что у нас можно было ввести какой-то чудеродный скрипт то является как неким кейс мы сюда можем ввести и сюда и мы можем допустим какую-то валидную оставим и так нажмем и отправим вот у нас тоже бах по двум полям будет видим что все отлично отправилась и я тоже вниз бах-репорт то что у нас скрипт xss передается полях данной формы и у нас тоже идет приоритет приоритете и мы видим что мы переходим по данной ссылке кликаем на кнопку форме вратам мы пишем данный скрипт в какие указываем поля full name и email но тут мы можем сказать о том что допустим разделять ли на каждый отдельный баг нет не надо разделять если у нас три поля форме пропускают данный баг то мы просто указываем в каких полях не надо лепить кучу дублей одного бага потому что все этой формы занимаются разработчик вот не надо ему создавать три разных бага на три разных поля если эти все поля находятся в одной форме это тоже не очень не важно и допустим мы поставим галочку и кликаем на кнопку submit мы видим ожидаем фактический результат и я если не ошибаюсь я тут кое-что еще что подправлю в ходе есть дело потому что вот мы видим что мы ввели сюда сюда и сюда не то что говорю можно даже вести собаку вот и он пропустит вот видим что все окей мы перешли на давайте еще раз ради интересного произведем сюда добавим собаку там уже начали добавить видим что бах воспроизвелся вот этот ребят который вынес вы можете попрактиковаться видите что тут огромное количество багов которые тут есть и повёрстки и по адаптиву вот что не где даже не отрабатывал помню на и 11 анимация и так далее и плюс 6 еще один отдельный бах лист вот он вот вы можете тоже по дополнять так что бах репорты есть над чем работать и писать я например показал вам несколько на которые я просто обратил внимание для этого урока есть себе тестировал данный сайт и выписал но больше оформил по-другому но данный данный таза я рассматривал ради премьера если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях ставьте лайк всем спасибо всем пока